К новостям спорта. Три золота и одно серебро привезли с первенства Центрального федерального округа по самбо ученики Старооскольского спорткласса 22-й школы. Победители поборются за награды всероссийского турнира, который является отборочным на первенство Европы и мира. День 11-классника Максима Анисимова начинается с подъема в 6.30. Утренние процедуры и на тренировку. Пацюдо и самбо. Затем уроки, дополнительные занятия и вновь тренировка. Такой режим у всех учеников 11-го А-22-й школы. Это спорткласс, единственный в Старом Асколе. Недавно ребята вернулись с первенства Центрального федерального округа по самбо, где Максим одержал уверенную победу. Все, можно сказать, по инструкции. Победил пять встреч. В принципе, все. С первым местом и домой. Встречи все выигрывал чисто, а в основном без штрафных баллов. Как бы проборолся пять встреч. Из них все ребята попадались нормальные. В принципе, хорошо все было. Есть какой-то регион, с которым сложно? Не знаю, мне такие не встречались еще. Его одноклассник Анатолий Сергеенко тоже привез золото. В категории 98 килограммов. Отмечать, что у выпускников-спортсменов график очень плотный. Например, в день выезда нужно было сначала написать итоговое сочинение в школе, а потом уже отправляться в Московскую область за медалями. Где-то в час дня у меня была первая схватка, быстро закончилась. Я выиграл чистым броском. И вторую схватку вышел с мальчиком, с которым боролся на Россию, проиграл ему. Обидно проиграл. Но в финале с ним же встретился и отомстил. Ты представляешь себе, что ты там, допустим, приехал и не в призовой тройке был? Мне всегда обидно, даже когда я второй. Всегда обидно. Вот. Поэтому стараюсь не прыгнуть. Я прыгну только из-за того, что не думаю, и всё. А так я сильнее всех всегда у себя в голове. Ещё одну золотую медаль в составе сборной области завоевала Вероника Аненкова. А Софья Андреец взяла серебро. Девушка в спорте 8 лет. В этом году уже побеждала на первенстве Европы по самбо. Оно проходит в феврале. У нас у всех есть четыре броска, которые мы их называем коронные. Которые мы постоянно делаем. У них есть у всех, по крайней мере, у нас в клубе. Но у меня, допустим, подхват, задняя подложка, передняя подсечка и подсад. 11-й А для тренера Константина Гилбахиани уже третий выпуск спорткласса. Он отмечает, что постепенное увеличение нагрузки до двух тренировок в день позволяет вырастить настоящих чемпионов, которые привыкли побеждать. По девочкам у нас всегда результат хороший. Ну, в плане там на округе, на России мы достаточно-таки всегда показываем результат. То есть у нас девочки в сборной команде страны. Андрец, Софья у нас три года подряд призер страны и победитель. То есть как бы Европу выигрывала у нас. Вот. По мальчикам. Мальчики, конечно, приятно удивили. Два золота взяли. Благодаря, ну, спортивному классу мы показываем каждый год хороший результат. У нас каждый год на округе 4-5 человек, то есть с класса, с медалями приезжают. Сейчас ребята готовятся к турниру «Юность России». Он пройдет уже на этих выходных. В случае победы спортсмены пополнят команду староскольских самбистов, выступающих на первенстве России. Эти соревнования станут отборочными на первенство Европы и мира.